В обоих списках, предложенных делегатам конференции для тайного голосования, значилось полторы сотни кандидатов в депутаты по большинству избирательных округов области. Даты рождения претендентов на областную законодательную власть от 30-х до 80-х годов. Этим коммунисты подчеркивают преемственность своей партии и уверенность в том, что идея социальной справедливости близка всем поколениям. Это сплав, наверное, и опыта, и молодости. Ребята, которые и уже понюхали пороху предвыборной борьбы, и те, которые первый раз еще выдвигаются. Но желание есть, желание работать, желание встречаться с людьми, желание высказывать свою позицию, защищать интересы людей, оно есть. Раз люди будут так вот, или кандидаты, будем так их называть теперь уже, будут встречаться с людьми, и будут объяснять свою позицию, будут действительно говорить о том, что не только будут защищать, а и защищали уже интересы людей труда. Значит, и люди откликнутся, и будут голосовать. Представители коммунистов убеждены, что изменения в выборном законодательстве Российской Федерации делают выборы на месте не более, а менее демократичными. Обязательное увеличение числа кандидатов ведет лишь к большому бумагообороту и оставляет много вопросов по досрочному голосованию. Давайте мы сделаем так, официальный документ пускай предъявляется, а если он обманывает, начиная с руководителя, юридическое лицо, тысяч 50 пускай заплатят за обман, и физическое лицо, которое пошло досрочно голосовать, хотя в этот день, 14 сентября, например, будет дома, тоже тысяч 5, вот тогда отдадут они за 500 рублей свой голос или не отдадут? Ведь до маразма доходит, за 300-500 рублей двери ломают на избирательных участках. В словах Степана Панасова в отношении предстоящих выборов прозвучало образное выражение «понюхать порохом», а ведь уже на границе нашей области пахнет самым настоящим порохом, и что будет там к сентябрю, не знает никто. Кто мог когда-то подумать, что Украина, и вдруг там, вот юго-восток заполыхает, русскоязычное население, будь то русский или украинец, будут воевать, и будут воевать между собой. Это же в кошмарном сне не могло присниться. Но ведь это произошло, и за это тот, кто все это натворил, должен отвечать. В том числе и у нас в стране они должны отвечать. Первый день конференции Брянского областного отделения КПРФ завершил с утверждением всех выдвинутых первичными и районными парт-организациями кандидатов депутаты Брянской областной думы. Одного из них, Сергея Антошина, лидера общественного движения «Новый город», выдвинул Бежицкий райкомкомпартии. Этого кандидата и его соратников уже хорошо знают жители их избирательного округа, поэтому на выборы они идут с оптимизмом. Мы много проводим работы в Бежицком районе, встречаемся с жителями. Мы стараемся быть не пустозвонными, как сказал президент, по поводу наших чиновников Брянской администрации, а стараемся, чтобы наши дела совмещались с нашими возможностями. И мы все, что мы будем обещать, либо брать наказы от наших избирателей, попытаемся все исполнить по максимальному возможности, которая нам предоставится. Во второй день работы деликаты конференции областного отделения КПРФ займутся внутрипартийными делами, проведут отчеты и выборы своих руководящих и контрольных органов, наметят план работы на будущее. Вита Семенчук, Сергей Лапин, Григорий Степихов, телеканал РЕНТО Брянск.